Купиющие толерантность в Австрии оправдали беженца, который был признан виновным в вознасиловании мальчика. Да еще с формулировкой, которая способна развязать руки всем, кто вынашивает подобные намерения. Это уже не первый случай, когда европейское правосудие занимает необоснованно мягкую позицию по отношению к мигрантам. Александр Евстигнеев изучил проблему. Эта история не укладывается в голове. Молодого человека в наручниках зовут Амир. Беженец из Ирака год назад прибыл в Австрию. Ему дали работу таксистам. Включили в программу интеграции. В том числе беженец мог посещать бассейн. Там он изнасиловал 10-летнего мальчика и пошел плавать. Амира оправдали. Австрийский высший суд оказался самым гуманным судом в мире. Обвинительный приговор иракскому беженцу, который изнасиловал 10-летнего мальчика в бассейне, в чрезвычайной сексуальной ситуации отменен, потому что австрийский суд не доказал, что беженец понял, что мальчик говорил нет. Под чрезвычайной ситуацией подразумевается то, что у Амира 4 месяца не было секса. А еще он плохо знал немецкий и не понял, что жертва – ребенок, против того, что с ним делают. Эти странные доводы преступника и его адвоката растопили сердца судей последней инстанции. И они отменили приговор городского суда – 6 лет тюрьмы. Подчеркнуто бережное отношение к мигрантам раз за разом бьет по самим австрийцам. Выходец из Афганистана избил и изнасиловал 72-летнюю женщину. Ему дали 20 месяцев тюрьмы, но после освобождения разрешат остаться в стране и будут выплачивать пособия. Таких историй ни одна и ни две – десятки. Преступники-беженцы получают максимально мягкое наказание. Сострадание к мигрантам доходит до абсурда. Спасибо, Германия! Спасибо, Меркель! Выглядит комично, но только на первый взгляд. Беженец из Сирии смог устроиться в Германии с личным гаремом и получить пособие мечты – 360 тысяч евро. Европейские законы, по сути, подогнали под некого Газла – это имя. У него четыре жены. Одну так и записали с женой, еще трех провели по документам как подруг. На всех 23 ребенка. Газла принципиально не работает. Ему нужно быть семьей, чтобы сохранить совет да любовь. Немецкие власти выдают это за положительный пример адаптации. В британских газетах читается сарказм. Возмутительно! Сирийский беженец с четырьмя женами, 23 детьми и ежегодным пособием – 320 тысяч фунтов. В страны Евросоюза за два года прибыло от пяти до шести миллионов мигрантов с Ближнего Востока и Севера Африки. Среди них множество бывших боевиков ИГИЛ. Во Франции, Бельгии существуют целые анклавы, где полиция предпочитает не появляться. Еще раз сюда сунетесь, мы вам головы проломим! А вот шведские власти собираются взять инициативу в свои руки – перевоспитать исламистов, дать им жилье, работу, образование. За основу взяли программу реабилитации преступников и неонацистов. Естественно, будут выплачивать пособия. Но вскрывается интересная деталь – люди, фактически прорвавшиеся в Европу, убежавшие от чудовищной опасности, используют пособия для того, чтобы время от времени ездить на родину. Например, на религиозные праздники и семейные торжества. Александр Евстигнеев, Наталья Лобанова, Первый канал.